Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Право ли Сабиха в своих подозрениях? Расскажет ли Берон об этом Дилану? Что теперь будет делать Берон? Действительно ли Дилан хорош, как он говорит? Сможет ли Гуль преодолеть холодность между ней и Ферратом? Как окажется результаты анализа крови Дилана? Почему госпожа Сабиха в панике выходит из дома? Что Берон слышит от Дилана, что заставляет его подпрыгивать от радости? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы думаете, что Дилан не подхватила болезнь, как опасались госпожа Сабиха и Баран, и что все, через что она прошла, было только потому, что она была беременна, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Госпожа Сабиха очень грустит, потому что она потеряла ребенка из-за генетического заболевания, думая, что нечто подобное может случиться с Диланом. Затем, когда она делится этим беспокойством и печалью с Бараном, Баран чувствует себя крайне беспомощным. И поэтому он плачет на плече своего отца Кудрета. Господин Кудрет не знает, как утешить Барана, и он опустошен, думая, что Дилан болен. Этот страх является причиной того, что госпожа Сабиха настояла на том, чтобы Дилан обратилась в больницу с того момента, как она впервые заболела. Дилан, сдавший кровь и покинувший больницу, будет ходить радостно, ничего не подозревая и с хорошим аппетитом. Он будет потрясен, когда все в особняке будут заботиться о нем. Особенно Баран будет настолько зол на Дилана, что Дилан в конце концов начнет бунтовать. Когда Дилан говорит «хватит, со мной все в порядке, не будь так строг со мной», Бэрон признается в своих страхах, говоря «я боюсь, что с тобой что-то может случиться». На самом деле Дилан действительно молодец, как он сказал, никакой связи с этим генетическим заболеванием нет. Госпожа Сабиха и Баран расстроены без всякой причины. Рози надоест пытаться держаться на расстоянии от любимого человека, который находится рядом с ней. Феррат будет продолжать терпеливо ждать его. Но я думаю, что Гуль скоро устранит эту дистанцию. Потому что роль счастливого мужа и жены, которую они играют перед всеми, уменьшит гнев Гуля по отношению к Феррату. Пока Дилан спорит с Бараном в саду, говоря, что тот не болен, результаты анализа крови он узнает по электронной почте, отправленной на его телефон. Пока Баран злится на фонатку, Дилан посмотрит на результаты и узнает, что она беременна. Увидев эту новость, они оба не знают, что делать. Когда Дилан впервые позвонит и сообщит об этом Гэже Сабихе, госпожа Сабиха прибежит к ней. Поэтому он в такой панике и спешке, что хочет подойти к Дилану и крепко его обнять. Бэрон будет охвачен волнением от этой новости, обнимет Дилан и закружит ее в своих объятиях. Когда он увидит, что Дилан Бэрон так счастлив, он оставит все в стороне. Однако отныне Дилан больше связан с Бараном. Потому что Бэрон будет постоянно во все вмешиваться, чтобы ничего не случилось с Диланом и малышкой. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.